Добрый день, дорогие друзья, вы на телеканале Литон ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман, а вместе со мной в нашей Тель-Авивской студии впервые присутствует не кто-нибудь, а президент, президент Лиги КВН Израиля Александр Манаев. Саша, добрый вечер. Добрый вечер, Александр. Саша, я пригласил тебя сегодня в студию по знаменательному событию. Закончился сезон Лиги КВН Израиля. В Российском культурном центре состоялось торжественное вручение призов в различных номинациях. Мы об этом еще с тобой поговорим сегодня. У меня для тебя, для разминки, вопрос самый простой, наверное. Что такое Лига КВН Израиля? Вопрос не праздный, поскольку 20 с лишним лет назад, приехав в Израиль, я тоже участвовал в каких-то играх КВН за команду одного из города, писал какие-то тексты, на сцене выступал. Тогда это было одно, сегодня я просто вижу, что это совсем другое. Так вот, что такое Лига КВН Израиля сегодня? Ну, скажем так, в отличие от КВН московского, от АМИКа, от российского КВНа, у нас все-таки студенты, которые когда-то составляли, скажем так, большинство играющих в этой игре, у нас в Израиле это меньшинство, то есть очень немногие. У нас могут быть солдат больше, чем студентов, поскольку у нас все служат. И, конечно же, здесь у нас немножко возраст постарше, потому что... Да, ну, там такие пенсионеры сейчас играют в России, что... Нет, на самом деле это сейчас. Обычно, как бы, я просто играл немножко и в АМИКе, тоже мне довелось играть. За какую команду, слушай? Играл за команду «Союз Рыжих», израильская команда, мы играли в Центральной Уральской Лиге, в городе Челябинске, это официальная лига АМИК, и я там полсезона честно отработал. И там, действительно, ребята приходят в КВН, играют на самом деле в 14-15 лет. И к моменту, когда мы их видим на экране, они уже лет по 8-10, они выглядят там 24, им действительно 24 года, на самом деле это матерые КВНчики, которые играют очень давно, они там 24 года становятся редакторами лиг региональных, поэтому у них все там намного серьезнее, потому что все-таки страна русскоязычная, а Израиль нет. И поэтому, конечно же, там это более развито. Поэтому у нас ребята приходят и попозже, то есть, когда уже немножко отучились, закончили армию, когда уже что-то определились с профессией, и вот как-то для души, вот у нас, скажем так, у нас душевный КВН, то есть, у нас больше как хобби, и поэтому наш КВН очень сильно отличается. Он, конечно же, более местечковый, хотя мы, конечно, стараемся этого избегать, но тем не менее… А что значит местечковый? Местечковый, то есть, мы шутим про то, что нас окружает, и… Не только, не только. Не только, не только, конечно же, но очень, скажем так, половина шуток на израильские актуалии, и, конечно же, вполне закономерный вопрос возникает, а поймут ли вас те, кто не из Израиля. Скажем так, есть команды, у нас, то есть, команды как-то выборочно идут, есть команды, которые работают универсально, то есть, их юмор к Израилю может вообще не привязан, и ее можно спокойно показать в США, ну, в русскоязычных общинах, конечно же, в России, и абсолютно все это подходит. Саша, вот не убегая, если от израильских тем в вашем юморе, вот когда я отбирал для нашей программы, в программе у нас будут ролики показываться, фрагменты ваших программ, я разделил как бы на те шутки, которые действительно, да, понятны будут в любой точке мира, на русском языке, естественно, и те, которые более-менее понятны нам, израильтянам, прежде всего. Вот, например, про толстых арабов, шутка, я сомневаюсь, что поймут где-то в России, или на Украине, или в Соединенных Штатах. Да, конечно же, вряд ли. По-моему, они специально нас так кормят. По-моему, они специально нас так кормят, чтобы мы не пролезли в туннель. Вот приближаются выборы мэра, и мы принимаем срочные меры, чтобы вовремя мусор у нас вывозили, и чтобы не закрыли в шаббат магазины, чтобы не дышали угарным газом, и чтобы не накрыло все медным тазом. И чтобы была возле дома парковка, чтобы была неподалеку парковка, в общем, хоть где-то была бы парковка. Как бы нам не хотелось шутить широко, от реалии мы не убежим. И, конечно же, некоторые команды, которые делают ставки именно на реалии израильские, могут выиграть сезон. У нас была команда «Шикарная точка опоры», чемпионы 2015 года. У них в основные темы были арабы, религиозные евреи, ортодоксы, и очень много было у них, почти все было замешано на израильских тематиках. Они выиграли сезон. Интересно, кстати, вот ты сказал, интересная мысль, ты высказал, может быть, даже не замечая ее. Вот можно ли по шуткам, которые готовят команды на свои выступления, определить, скажем так, превалирующие темы в израильском обществе на данный момент? Среди тех шуток, которые я видел, фрагментов программы, которые я видел, я почти вообще, по-моему, не видел шуток про ортодоксов. Что тема ушла уже на задний план? Нет, на самом деле, конечно же, есть команды, которые про это шутят, но, во-первых, поскольку израильский КВН начался с этих шуток про арабов и ортодоксов, то есть вещей, которые нам, постсоветским гражданам, были в новинку, в диковинку, и, конечно же, мы прежде всего шутили про это, про иврит, про арабов и ортодоксов, то, скажем так, в 96-м году, грубо говоря, создался израильский КВН, плюс-минус там, понятно, и где-то, да, то есть уже сколько лет прошло, и, конечно же, эти шутки уже немножко поднадоели, и команды стараются, если шутить на эту тему, то очень либо тонко, либо очень смешно, а это, конечно же, удается далеко не всем, поэтому эти шутки, они могут быть, но они, если они не заходят, мы их просто не вставляем куда-то, мы их не награждаем, мы никак их не отмечаем. Саша, немножко статистики, мы убежали чуть вперед, а мне бы хотелось, чтобы ты рассказал о командах, которые участвуют в Лиге КВН, кто вышел в финал, в конце концов, кто стал победителем, кто стали, какие номинации были. Хорошо, значит, по сезону, в этом сезоне у нас завез 13 команд, и поскольку команды у нас очень разные, то есть есть команды, в которых более опытные ребята играют, которые там 2-3 года и 15 лет, а есть команды, в которых играют ребята, которые только пришли. И мы вот это два года назад приняли решение разделить Лигу, то есть, наверное, по какому-то примеру российские лиги КВН, то есть у нас есть премьер-лига и старшая лига, это называемая молодежка и центральная лига. То есть молодежка есть все-таки у вас? Молодежка есть, конечно. В молодежке в этом сезоне, по-моему, играло 6 или 8 команд, и остальные там 6 или 7 было команды центральной лиги. Что такое музыкальный номер? Это только номер музыкальный. В музыкальном номере есть музыка и номер, потому он номер музыкальный. Люди, почему, когда вы нас видите, то спрашиваете, а это твой брат? Нет, блин, вы не родственники, просто серьезно развивались, а потом еще и встретились. А еще бесит, когда проблемы твоего брата вас путают, и тебе приходится с этим проблемами идти и разбираться. И совсем это не бесит. Заткнись. Саша, извини, по ходу вопроса. А ни у кого из, скажем так, руководителей израильского КВНа, лиги КВН, не возникала идея проводить КВН не на русском языке, а на иврике? Это, скажем так, это очень сложный вопрос, потому что он возник сразу же, как только КВН в 90-х годах возник в Израиле, когда его привезли КВНщики из России. И проблема в том, что для того, чтобы шутить на иврите, все-таки КВН – это игра русскоязычная с менталитетом, с культурой, которая у нас у всех, в принципе, присутствует. Я имею в виду образование, культурные какие-то вот эти... Коды какие-то, да. Да, и поэтому нам всем легко это понять. Что касается иврита, то на иврите, конечно же, пытались шутить. Но, во-первых, люди в зале, все-таки это Алим Хадашим, хоть они 20 лет, хоть они 30 лет, да, конечно, они не все хорошо могут понимать. То есть там самый простой иврит, конечно, может заходить, и он, да, заходит. У нас есть шутки обязательно в игре, несколько шуток, в перемешку, конечно же, идут какие-то каламбуры на ивритские темы, на ивритском языке, на иврите. Но в целом, если шутить, для и израильской публики, то есть для израильтян, из коренных, да, то есть две-три шутки там, ребята пытались, кто у истоков стоял в израильской Коэн, они пытались, они переводили, не то. То есть израильтяне кивают, может потому что наши не очень хорошо знали язык, то есть это все-таки эмоционально-ментальный такой жанр. Но вот я обратил внимание на награждение в Российском культурном центре, там среди участников, даже среди награждаемых, были ребята, на мой взгляд, те, кто родились в Израиле. Да, у нас есть команды, которые состоят из САБР. Да, и они все равно по-русски выступают, выступают прекрасно. Безусловно, то есть в этом особенность КВНа в Израиле, что ребята, которые приходят даже со слабым языком, через год-два уже говорят гораздо лучше, и некоторые родители даже благодарны, некоторые родители говорят, ну, говорит и говорит, я знаю, что ивритм у него хороший, ну, будет на русском говорить, тоже неплохо. И, конечно же, бывали случаи, когда ребятам мы писали какие-то номера, домашние задания по каким-то классическим вещам, по гардемаринам, например, да, то есть вот домашнее задание было музыкальное, домашнее задание по гардемаринам. Ребята фильм не видели, они не знают, о чем речь, мы заставляли их смотреть, потому что тогда, только тогда вы сможете отыграть образы, вы сможете понять, что это такое. Я всегда привожу пример, небезызвестный Илья Аксельрот, один из лучших комиков Израиля, русскоязычных, в свое время для того, чтобы выиграть сезон, в конце, в финале, он писал домашнее задание по мастеру и Маргарите, и он прочитал эту книгу, насколько я помню, на иврите, чтобы понять вообще, о чем эта вещь, и по ней он написал домашнее задание, они выиграли сезон, стали чемпионом 2006 года, и поэтому это... Так кто победил в этом году? В этом году победила очень нестандартная команда, команда КВН «Хрущевка», которая состоит из людей, которые действительно старше 20 лет, я вам скажу, больше не старше 30 лет, на некоторые из них старше очень много лет, я не буду говорить. «Свадебный угар качает, нежно нам играет вальс, а невеста вдруг решает, нижний станцевать брейк-танс, ах, это старая мельница, крутится, мердится!» Одна из их шуток, мне жутко понравилась, я думаю, в конце программы мы об этом поговорим, в том числе, приятно, что в этой команде, одна из лидеров этой команды, Лера Голицын, с которой мы вместе работали на Первом радио... Да, очень талантливая девочка. Да, она безумно талантливый человек, она прекрасно и пишет, и актриса замечательная, на мой взгляд. Жалко, что не использует ее таланты на полную катушку в нашей стране, но ничего, я думаю, она себя еще найдет. Скажи, пожалуйста, Саш, кто те люди, которые занимаются Лигой КВН в Израиле, кто входит в жюри? Ну, скажем так, вопрос не совсем корректный, я думаю, потому что жюри как раз-таки не занимаются КВНом. Окей. Они приходят и судят. Я через запятую скажу. Хорошо. В жюри у нас, в основном, у нас есть такое правило, если мы берем семь членов жюри, семь, четверо как минимум должны быть КВНчики, бывшие. Обязательно, потому что это тот необходимый минимум, который дает возможность судить наиболее объективно. То есть люди, которые знают, что такое КВН, которые играли в него, прошли, писатели, авторы и т.д. и т.п., они, конечно же, гораздо объективнее судят, чем люди, которые пришли и никогда не знают, что такое, где КВН, да, хорошо. То есть критерии есть определенные, КВН – это не просто юмор, не просто театр, это спорт. И поэтому иногда решают успех, просто решают сотые доли, просто баллы, сотые и десятые. Поэтому как бы очень важно думать о том, кто сидит в жюри, потому что люди должны понимать, о чем идет речь. И бывает часто, как бы мы предложаем людей, либо человек, который, допустим, нам очень сильно помог, да, можно сказать, вот как спонсора, разумеется, есть инструктаж, обязательно, люди должны быть вменяемы и понимать, даже если они никогда не играли в КВН и не видели, они должны понимать, что делать. Это могут быть какие-то политические деятели, но мы, скажем так, мы стараемся делать КВН аполитичным, то есть, израильский КВН ни от кого не должен зависеть. Если нам помогают, спасибо, если не помогают, ничего страшного, мы справимся. И поэтому, как бы, если, допустим, Леонид Летинецкий, к примеру, да, он является председателем Креационного Совета соотечественников в Израиле, так вот, мы его, как бы, русскоязычных соотечественников, и мы приглашаем его не как председателя, мы приглашаем его как человека, который имел отношение к команде четыре татарина из Казани, это очень известная команда, поэтому нам он важен как КВНщик. И очень часто люди, которые сидят в жюри и которых общественно знают по каким-то политическим или каким-то творческим делам, абсолютно никто может не догадаться, что эти люди играли в КВН, они знают, о чем речь, и мы, конечно же, эти вещи все знаем. Чтобы далеко, опять же, не убегать от Леонида Летинецкого, на церемонии прозвучала информация о том, что Координационный Совет, как я понимаю, спонсирует поездку группы ребят на Голосящий Кивин? Нет, скажем так, он не спонсирует, он очень сильно нам помог, очень-очень сильно нам помог. Конечно, ребятам кое-что еще придется добавить, но, скажем так, начало положено, я лично хочу сказать спасибо Леониду Летинецкому и Координационному Совету русскоязычных соотечественников в Израиле за помощь, потому что в этом году мы давно уже об этом разговаривали, и в этом году действительно начались какие-то шаги, и мы их ощутили, мы их увидели, была шикарная церемония закрытия сезона, в кавычки называют это Оскаром, ну, типа на Оскар идешь, да, конечно, иду, и, конечно же, в этом году, в следующем году, уже в январе, команда из Израиля полетит в Сочи, это просто Кивин, да, это фестиваль международный, который присутствует от 500 до 600 команд со всего мира, и вот наши ребята тоже полетят, и в этот раз им будет гораздо легче полететь, потому что нам помогли Леонид Летинецкий и русскоязычные соотечественники. А теперь хочу вернуться к шуткам. Опять же, когда я смотрел и на церемонии, и потом смотрел у себя в компьютере, много шуток было по поводу наших гей-парадов знаменитых. Невозможно прожить нам без женщин, я жену не имею в виду, а кому повезло с этим меньше, на параде он первым ряду. На гей-параде как-то раз случайно встретила я вас, но оказалось не случайно. Это мне попалось так, или просто тема одного из конкурсов была такая? Нет, скажем так, конечно же, не все настолько плохо в израильском КВН, чтобы мы такие конкурсы делали, но, скажем так, мы живем, Израиль очень маленькая страна, и, разумеется, самые яркие события в творческой жизни, в общественной жизни, конечно же, не обходятся без внимания КВН-чиков. Конечно, мы стараемся, чтобы темы в выступлениях не повторялись, или какие-то, то есть, если есть две шутки про гей-парад, это должны быть очень сильные шутки, потому что понятно, что не может только одна команда про это пошутить, потому что пять команд играют, если обязательно скажут. Ну, некоторые КВН-чики, скажем так, злоупотребляют, к сожалению, и иногда их можно просить, потому что шутки действительно могут быть смешные, и они действительно заходят в зал, и главное, чтобы зрителю было смешно. Мы, конечно, стараемся, чтобы не было переборов, потому что все так хорошо в меру. Есть же у вас шутки, то, что называется, классического типа про школу, про занавески, мне понравилась шутка, она наверняка понятна и в Израиле, и понятна в России в том числе. Это все, конечно, хорошо, но на шторы я все равно сдавать не буду. Ну, я на самом деле здесь в школе не учился, не могу сказать, и насколько я помню, мы в школе, тоже когда дочка моя училась, мы не сдавали на занавески, но, но. Но сдавали на что-то другое. Хотя, может быть, это и были занавески. Да, возможно, может быть, просто еврей плохо знали, это было занавески, но еврей, и нам не знали, что это занавески. На самом деле, как бы, ну, опять же, повторяю, люди в зале, которые сидят, они сидят, скажем так, возрастная категория людей в зале 30+, то есть люди, которые все-таки родились там, большей частью, и 30+, это и 40 лет, и 50 лет, да, и люди, которые хорошо знают, что такое занавески, плюс, тем более, что многие очень смотрят КВН российский, понятно, что эти темы гораздо всем близки. Но вот смотри, все равно ребята, которые участвуют в КВН, наверняка, они живут, в большинстве своем, более 20 лет живут в Израиле, как правило, скорее всего, как я понимаю, но понимание тонкости русского языка у них никуда не делается. Прекрасной иллюстрацией шутка про телеканал «Дождь». Из-за технических неполадок телеканал «Дождь» с полчаса показывал снег. Да, замечательно, но я думаю, что вы ее покажете. Мы ее покажем, конечно. Она шикарная, мне очень понравилась. Там игра слов, именно русских слов. Да, но на самом деле... Израильтянам это было бы непонятно, я думаю. Ну, опять же, это, в принципе, мне кажется, в ментальной проекции все-таки есть у израильтяне, что можно пошутить некоторыми каламбурами, но суть в том, что на самом деле ребята, которые пишут тексты, они чаще всего, они в стране не так давно, то есть у них язык сильней. Команда, это... Бывает, что команда состоит на половину или на большую часть из авторов. Это шикарная команда, чаще всего такие команды и становятся чемпионами. Например, возьмем команду «Батареки» из чемпионов 2017 года. То есть там почти все авторы были, там кроме двух-трех человек. И автор, конечно же, если он хорошо знает русский язык, он недавно приехал, разумеется, его шутки будут более тонкими, более... Опять же, если он еще и талантливый при этом, он еще и будет более смешный. Люди, которые приехали там 20 лет назад, они, скажем так, немножко все-таки глаз замыливается. и если человек не читает русские книги, книги на русском языке, если он не следит за русскоязычным юмором, то шутить будет ему достаточно сложно, его шутки будут просто, ну, скажем так, в определенной плоскости лежать. А чем лучше человек знает русский язык, тем больше диапазон его юмористических данных. Саш, вот приз за лучший номер, как я понимаю, получил, получил, получили две девочки, я бы сказал, очень смелый номер дегустаторы. Эта идея супер, но нужно действительно обладать определенного рода смелостью, чтобы с таким номером выйти на сцену. Но еще менее известный факт, что существуют дегустаторы губной помады. Ты знаешь, на самом деле ванильная так себе. Ага, клумничная лучше была. Ну, на самом деле, это не самая большая смелость, с которой КВНчики выходят на сцену. Не пугай. Нет, есть много примеров, когда, не знаю, даже в Амике был прецедент, когда девушка с обнаженной грудью стояла на сцене, когда команда, максимум, насколько я помню, чемпионы 2009 года, по-моему, они вообще головы бегали, ну там, закрывая руками. То есть, у нас еще КВН достаточно целомудренный. Конечно, у нас, если была команда «Брак Ромашка», это команда, которая даже ездила играть в Украину в Лигу Смеха, они на фестивале проходили, по телевизору показывали, так там вообще семейная пара и два гея. То есть, настоящие геи, настоящая семейная пара, и что они там творили, поверьте мне, очень зажгло зал, конечно же, это было смело, но это главное должно быть смешно и не вульгарно. Да, то есть, основные критерии, по которым люди определяют, нравится продукт КВН или нет, это должно быть очень смешно, многое прощается, но и разумеется, это не должно быть чересчур вульгарно, потому что, все-таки, нужно вкус воспитывать у людей. Согласен. Саша, еще два момента, на двух моментах хотел бы остановиться, или на двух людях, скажем так, ветераны, ветераны КВН, прежде всего, Миша Заславский, которым мы давно знакомы, давно дружим. Миша, 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 Миша Заславский, что-то знакомое. Да, что-то такое, да, помнишь, такой с усиками выходит иногда, иногда шутит, иногда и на Итон ТВ он шутит. У Заславского просто мало не бывает. Неизвестно, где происходит событие, на похоронах или на свадьбе. Господа, жениха привезли. С ним тяжело, или все просто? Миша не простой человек, я могу ему это в лицо сказать, но он классный, ничего не могу сделать. Люблю сукиного сына. Не только ты. Саша, и вопрос про другую участницу для себя в своей шпаргалке я ее, то, что называется, назвал Старая Мельница, потому что, во-первых, там номер шикарный, где Старая Мельница. Лучший музыкальный номер сезона. Лучший музыкальный номер сезона. И плюс еще, я считаю, выдающаяся шутка по поводу СССР, тоже с ее участием. Как ее зовут? Ее зовут Лидия Брандт. Все вы прекрасно знаете, что в советские времена секса не было. Так, давайте разберемся. Вы какого года рождения? Ну, я 80-го. 81-го. 91-го, и что? Значит так, это у вас в Советском Союзе... Лидия Брандт, это, ну, не хотелось бы хватиться, но это моя находка. Мы с ней когда-то вместе играли в театральной студии Лица. и уже тогда она мне очень понравилась, сказал, Лидия, вы шепокляк, я должен буду написать пьесу, я тогда много в себя верил, что я могу написать пьесу, и вы сыграете там в шепокляк. Обязательно. Потом я уехал в Канаду, я вернулся, и Лидия сказала, Саша, где шепокляк? И я говорю, давайте Лидия к нам в КВН. Мы создали проект Эквилибриум, такая была команда у нас, и Лидия просто стала звездой, но потом она пришла в команду Солнечный ветер, опять же моя команда, и там ее раскрыли просто по полной. То есть то, что она там, конечно, творила, сейчас она как бы тоже много чего сделала, но оригинал, первопроходство было именно там. И несмотря на то, что и возраст уже такой, она очень сильная, человек, очень талантливая актриса, и как бы, скажем так, когда объявляешь кого-то, вот этот человек взял вот за лучшую шутку, там за лучшую, Мисс КВН она в этом у нас году, Мисс КВН 2018 она у нас, и есть люди, которые говорят, ну почему они, ну вот же есть вот этот, вот есть вот этот, то здесь люди даже, которым она может быть не нравится, или, скажем так, которые не очень симпатизируют, сказали, ну да, тут даже не поспоришь, Лидия, да, то есть она молодец. Последний вопрос, планы на 2019 год. Ой, надо вот так и треуголку, наполеоновские планы, конечно же, прежде всего, я очень надеюсь, что сотрудничество с Советом русскоязычных соотечественников под управлением Леонида Летинецкого продолжится, и если все будет хорошо, то ой, даже страшно подумать, конечно же, сезон у нас уже начинается, уже 1 февраля в Ашдоди состоится зимний кубок, вот уже там начинается, это не начало сезона, сезона, это команды просыпаются, скажем так, втягиваются, это не турнирная игра, то есть можно его сыграть, можно его не играть, 1 марта будет уже турнирная игра в Хайфе, это 1-8 финала, и вот тогда уже кто туда приходит, он идет до конца сезона, уже нельзя будет там, вторую игру я не хочу, нет такого, уже надо идти, зимний кубок начинается, посмотрим, сколько команд будет, потому что уже без официальных заявок, я знаю, что уже команд 10 или 12 есть, это еще, как бы, я знаю, поскольку, у меня такая должность, знать много чего, и я знаю, что уже 10-12 команд есть, без половины команд, которые могли бы еще заявиться, то есть они тоже ждут, раскачиваются, пишут тексты, потом они за неделю скажут, мы тоже идем, это как всегда, я думаю, что команд 15 в этом сезоне уже придут в зимний кубок, а там в сезон посмотрим, конечно же, сейчас ребята в Сочи съездят, посмотрим, как у них получится, может быть, действительно пройдут куда-то достаточно высоко, плюс, есть у нас, конечно же, идея на фестиваль Север-Юг, это две сборных будет у нас на 5 апреля, если все получится, день рождения Лиги у нас 1 апреля, ну там получается по дням, и, конечно же, обязательно четвертый, ежегодный Голосящий раввин, это фестиваль музыкальный, Голосящий раввин, который состоится, скорее всего, или 26 февраля, 26 июля, либо 2 августа, то есть посмотрим, как там подать, потому что в Израиле очень сложно планировать, но он обязательно будет, он обязательно состоится, мы 3 года подряд его проводим, и он всегда успешен, то есть там много команд, очень мощный такой заряд, то есть, наверное, самое яркое событие года, это Голосящий раввин. Саш, спасибо огромное, что приехал к нам в студию, в Тель-Авив, из далекой Северной Хайфы, спасибо, разумеется, успехов и тебе лично, и Лиге КВН Израиля, и надеюсь, наша встреча здесь не последняя, приходи с ребятами, повеселимся. Обязательно. Спасибо, спасибо, Саша. Спасибо вам, друзья, что были с нами, смотрите Титон ТВ и КВН Израиля тоже. До свидания.